Ну что ж, и снова здравствуйте, дамы и господа, продолжаем наслаждаться Дотой и практически уже окончанием первого DPC сезона, а конкретно у нас тайбрейки в регионе Юго-Восточной Азии. У нас сложилась ситуация, что в первом дивизионе, как вы знаете, три команды претендуют на второе место, и нужно же все-таки, чтобы осталась только одна, потому что первое и второе место попадают теоретически на мажор, которого, вы понимаете, не будет, но вот это вот все дела. В общем, да, нам нужно определиться с самой сильной командой здесь, и, собственно, перегровки между тремя командами, такими как Fnatic, T1 и SMG продолжаются. Вы наблюдали до этого игру Fnatic против команды SMG, где Fnatic все-таки смогли перевернуть и выиграть, и сейчас у них пока что 1-0, и по-хорошему, если они сейчас выиграют против команды T1, то, по идее, у них 2-0, они точно занимают второе место. Вроде как должны, потому что... Ну да, да, по логике вещей. Я просто не уверен насчет третьей переигровки, имеет ли она место быть здесь, потому что я не знаю, насколько актуально узнать, какое ты получаешь второе или третье место по итогу DPC сезона, потому что, в принципе, роляя только первое-второе, ты проходишь дальше на мейджор, седьмое-восьмое ты улетаешь в второй дивизион. Ну, ладно, это мы по ходу разберемся, если честно, я никогда особо-то не вникал в переигровки, для меня это вообще какие-то дебри были, я просто по факту смотрел, кто как играет. В общем, и тут очень быстро, кстати, драфт уже заканчивается этой картой, ничего себе, я вот буквально, чтобы вы понимали, на втором пике запустил рекламу, а тут уже как бы все подходит к концу. У нас Luna, Rubik, Beastmaster, Queen of Pain, Leon, крайне метовый в последнее время драфт от команды Fnatic. Сверху T1 делают ставочку на Phantom Assassin, забирают пака, видимо, парочка саппортов MK и Viver здесь, и нужно ласпиком забрать себе что-то на службу пока что. Опять же, на прошлой карте у нас также была Fnatic, а вот только от команды SMG против Fnatic. Fnatic знает, как против нее играть, опять же, Phantomка не самый, наверное, темповый герой, да, в начале крайне уязвимый кэрри, его нужно запротектить, пока там появится BF, пока там ты выформишь тапочек, возможно, там какой-то Manta Style, как многие любят собирать сейчас, ну, я надеюсь, что тут, наверное, дефолтная сборочка будет, просто BF, там, BKB, Дезолятор, и можно драться. У Луны, конечно, с фармом дела, как правило, получше обстоят, и тут вообще, если посмотреть, количество пуш-потенциала просто невероятное. Что Beastmaster, да, со своим быстрым доминатором и аурой бафающей Луны, что Луна там просто с руки больно бьет. Вот, что Рубик здесь тоже крайне, кстати, очень хорошо заходит, против Вивера особенно, потому что ты постоянно в шокучах, ты быстро бегаешь. У пака всегда можно что-то полезное подворовать в виде, там, Дримкуэла, того же как вариант. Вот, ладно, и крайне темпово смотрится все снизу команды Fnatic. Такое ощущение, что если они нормально оставят линию, они очень быстро выносят свои артефакты, просто пойдут и запушат Тиван. И вот Тиван нужен герой какой-нибудь на деф, возможно, Тайтхантера, не знаю, что такое, но это у нас Spiritbreaker в итоге появляется. На третью позицию, судя по всему, ну да, 23 Savage запрыгивает на Фантом Ассасин. Кстати, Фантомка в этом сете крайне метово смотрится, потому что напоминает Фантомку из первой доты. Кто-то в первую доту играл, видел примерно, как там она, как Мортрат выглядит, да, из вселенной Варкрафта. Вот, очень похоже, очень. Максимально близко к оригиналу, так сказать, прародителю образа Фантом Ассасин. Так, ну что сказать, интересные драфты, но я бы все равно отдавал здесь, если честно, предпочтение ребятам из команды Fnatic. Как-то по увереннее у них все смотрится, да. Контроль есть, причем такой, один уверенный в виде Рора Бисмастера, второй тоже, ну второй контрится БКБшкой, понятное дело, но у Леона аж целых два контроля здесь есть. Сверху из контроля есть разве что Dreamcoil Pack, да, палка Monkey King, не знаю, насколько его контролем можно назвать. Ну, Spirit Breaker там может очень неплохо так суету навести по драке. Но просто, если не удастся как-то задавить на линии, ту же Луну, да, например, продавить и сбить ей темп, то Луна очень богатая и очень сильная выйдет очень к 20 какой-нибудь там пятой-седьмой минуте, у нее уже будет все для того, чтобы идти драться по КД и заканчивать очень быструю игру. Вот, ну и Queen of Plane на центральной линии уже, мне кажется, прописалась, да, в последнее время. Если, допустим, недели две назад мы говорили, что центральная линия — это сразу Лина какая-то, да, которая приходит на, ну, первым героем на центральную линию, которая переигрывает всех, сейчас это Queen of Plane, которая все чаще и чаще появляется. Вот, ну пак на самом деле здесь тоже неплохо. Плюс пак от Карла, не забываем. Это тот самый Карл, Карл. Так. Надо прочекать, на самом деле, трансляцию, пока у нас начинается матч, а то у нас там может немножко... Ну, у нас из-за того, что дилей, к сожалению, нет возможности с вами в онлайне поддерживать общение, но проверить все-таки наличие звука и прочего не помешало бы. Вот, ну ладно, давайте пока что стартовать. Смотреть, что у нас будет на первой карте. Ну что ж, по традиции, обе команды в смоках отправляются, чтобы расставить какие-то ранние ворды беспалевные. Возможно сделать ФБ, кто его знает. Вот. И, возможно, ФБ будет, но что здесь Вивер бегает и, кстати, убегает отсюда. Кстати, я не посмотрел, что у нас по коэффициентам на первую карту от наших друзей из Винлайна. Тут ситуация такая, что 2.35 на Фнатиков и 1.51 на Ти-1. Но все-таки Ти-1 тут больше, видите, в ранге фаворита выступают. Ну, посмотрим, как будет по факту. Пока я бы сказал, что по драфту я больше бы отдавал предпочтение парням из команды Фнатик. Ну и, кстати, я напоминаю вам, что вы можете смотреть Дип-Си сезона Си-Региона. Смотреть Дип-Си вместе с Хавейл Джолион, экспертом по зрелищным каткам. Если хочешь узнать больше, переходи по ссылке в описании. Собственно. Вот, ну что ж, вроде бы ничего не пропустил пока что. Появляются первые баунти-руны. Сейчас будет битва. Не на жизнь, а на смерть. Ну, или не будет, кто его знает. Топорики полетели. Вивер пробегает. Так, на ход закидывал Жолион. Слипуют. Но Вивер, скорее всего, здесь заберет баунти-рунку и просто убежит обратно на линию. Так, ну что ж, Тиван пока что забрали две себе. Прыгает здесь, кстати, Манки Кинг. И, возможно, третью подрежут для своей команды. Да, да, 3-1 по баунти. Вот это старт. Неплохо. Ой, красивая, конечно, у нас Аркана на Квапу второго левела. Выглядит, конечно, очень эффектно. Ну, конечно, и без пауз у нас не обходится. Я смотрю сейчас на всех регионах это крайне актуально. Ничего страшного, она недолгая совсем была. Так, ну что, снизу Рубик плюс Бисмастер. Крайне, конечно, неприятная линия. Урона много. Бисмастер, тем более, играет здесь через топорики, мы видим. Без кабанчиков. Что, кстати, удивительно. Я думал, что все-таки кабанчиков будет подкачивать. Возможно, не хочет отдавать там тому же Виверу, как вариант. А фарм. Ну, или фантомки. Ну, не знаю, но все равно урона очень много на лайне. Здесь у команды Фнатик крайне неприятно против этого играть. Рубик-четверка всегда сильно смотрится. А в это время Манки Кинг там еле-еле выживает сверху. Ничего себе. И Спирит Брейкеру здесь неплохо накидали. Здесь у нас фармящая Луна от Рейвена. Помогать ему здесь будет Леон. Манки Кинг вынужден потратить на себя фласку. Возвращается обратно. И снова идет в нападение. Оп-оп-оп. Леончика побил. Леончику больно на самом деле. К сожалению, разгона у спирит Брейкера нет. Он там прокачал себе Грейтер Баш пока что на первом левеле. Но Леон очень много ХП потерял. Прожимает Манга. Но Манки Кинга здесь так просто нельзя. Слишком он уж прыгуч. Я все-таки альтабность чекну звук на всякий случай. Кто его знает. А, я и ФБ проморгал. Ну. Бывает, что поделать. Так, у нас на ФБ Рубик погибает. Еще, возможно, Бесмастера здесь заберут. Ой, как? Фидят на линии Фнатики. Жесть. Но если Фантомка здесь, конечно, будет фраги делать с второй минуты буквально на лайне, то, я боюсь, коэффициенты от наших друзей из Винлайн окажутся правдивыми. Потому что Фантомка очень быстро вынесет свое. А я, кстати, напоминаю вам, что вы можете кликать по баннеру под нашу трансляцию и переходить по нему и получать бонусы от Винлайн. Так что, если вдруг есть желание, обязательно используйте. Тем временем уже тысяча голды и преимуществ за команду Тивана. Если честно, я не ожидал от Тивана такого старта здесь. Такое прытие. Неплохо, неплохо пока что. Спиритбрекер на фрифарме на верхней линии находится. Соберет себе, наверное, сейчас брасерочек какой-то, который, скорее всего, в Курьере уже... Ага, это для... Это нулик. Что? Новая мета какая-то. Я просто, может быть, выпал. Я пару дней доту не смотрел, но вроде как обычный брасерочек предпочитали брать. Этому персонажу снизу погибает. В очередной раз у нас бисмастер. И что-то как-то линия в итоге не задалась у фнатиков. Жук набегает. Жуков своих накидывает. Второго левела, причем, мы видим, берет себе... Сварм. Вайтмун здесь. И две смерти для оффлайнера. Это, конечно, не есть хорошо. Уже. Сверху, тем временем, нападение на спиритбрекера. Спиритбрекер потратил чардж. Надо бы его забрать, он погибает. Может быть, какой-то размин получится сделать? Нет. Размены сделать, к сожалению, не получается. И по итогу спиритбрекер отправляется в таверну отдыхать. Фраг забрал себе рейвена, что вдвойне приятно для фнатик. Но вот снизу, конечно, пока фантомка себя получше чувствует. Наверное, сразу переключусь на Нетворс, потому что, в принципе, это... Ну, более актуальная информация, как мне кажется, на данный момент, нежели Крипстат. Ну и здесь пока что, да, фантомка за счет того, что снизу два фрага оформили. Плюс, я так понимаю, фантомка сделала ФБ. Очень хорошо вырывается вперед. Квин оф Пейн забирает себе баунти руну. Не успел здесь немножко Манки Кинг на перехват. Ну, а зато Вивер успел забежать тут чужую баунти руну подрезать. Плюс денежки для своей команды заработать. МК возвращается уже обратно. Спиритбрекер не стесняется и под вышечку забегать. Но Луна, вы видите, несмотря на то, что хоть и подостала немножко по фарму, вот уже потихоньку догоняет тоже фантомку. Надо будет спросить потом. Напишите в чатике, что это заметно такая через нулики играть. Я просто вижу первый раз, если честно. Было бы неплохо узнать, в чем плюс такой сборки. Так, нападает у нас на спиритбрекера в очередной раз. Очень много контроля. МК тут как тут, как нельзя вовремя. Спиритбрекер просто на чарджи убегает. Видимо, Леона здесь заберут. Леон прожимает фейрик. Ему нужно бадиблочить. Нужно подкоп давать. Отлично. На развороте. МК еще залетает урона очень много. МК еле-еле уносит ноги. Отсюда маны хватает. Еще на один бим. Скорее всего, Манки Кинг сейчас погибнет. Еще тычечку. И Манки Кинг погибает. Рейвен делает фраг. Отлично. Тем временем фантомка снизу. На фрифарме на абсолютном находится. В фантомке уже 2800. Ничего себе старт. Вот бы в каждой игре фантомка так, конечно, стартовала. Тогда бы, наверное, этот герой вообще горе не знал. Так, ладно. В миде у нас как ситуация обстоит? Пока что у Пака чуть получше все дела. Мы видим, потому что он шестой уже получил. У Квин оф Пейн пока что без шестого. Теоретически, возможно, будет даже нападение какое-то на Квапу. Но нет, уже не получится. Потому что Квапа тоже получила шестой. Да и плюс Рубик рядышком, который в обиду не даст. Своего кэрри. Ну, бисмастера оставили одного против фантомки. По-моему, не самое лучшее решение. Он, конечно, купил себе шлем на регена и так далее. Но фантомке он вряд ли здесь помешает фармить. Тем более у фантомки уже есть каррозивная Руба. Там у нас драка сверху. Спирит Брейкер врывается. Неплохо. Пак Дрим Койл потратил. Еле-еле убегает. Но Квин оф Пейн погибает по итогу в этой драке. Погоня за Леоном. Под вышечку, возможно, даже пойдут. Нет. Решили не рисковать. Или пойдут. Все-таки как-то здесь продолжает прыгать. Поставили вардик. Видит Леона. Но за Т2, конечно, бежать не стоит. А вот этого парня можно понапрягать немного. Потому что сюда уже бежит Манки Кинг. Это перехват. Под жучками. Человек, который откатит буквально через 6 секунд. Может быть. Может быть, ИДЖ поймает. Но нет. К сожалению, Рубика не взять. Ну что ж. Очень активно у нас начинается дота. Видно, как передвигается по карте Т1. Причем достаточно рано. Ну, за счет их мобильного драфта. За счет того, что есть Передбрекер. Есть Манки Кинг. Манки Кинг, опять же, хорошо подрабатывает и активным вардом таким. Который прыгает с еловки на елку. И показывает просто целиком и полностью местоположение оппонента. Вот, например, вид Бесмастера. Который фармит лес. Ну, тут Рубик рядышком. Ну, а тут и Квин оф Пейн есть. Ой, какая хорошая палочка залетает. Соник Вейв не пожалели на Вивера. Если б не палочка, конечно, может быть, там еще и МК бы удалось подцепить. Ну, наказали за наглость, опять же. Праг в копилку команды Фнатик. Луна тем временем уже смещается потихоньку подфармливать леса. Здесь пока что будет билд через Драгонлайнс. Пока что МОМа не вижу. Вроде как и не планирует. Плюс там стаки в лесу есть на будущее для Луны. Которую она, скорее всего, заберет. Ну, вот и разница опять. Сократилась до минимума между кэрри обеих команд. Но, с другой стороны, видно, что у всех других, вообще в целом, если посмотреть, чуть-чуть больше у всех героев по позициям, это у команды Ти-Ван. Немножко они больше заработают, не оформят. Точнее, получше оформят они. И вот Доминатор практически готов также для Бисмастера. Ну что, Леон в очередной раз подставляется. Жучки на нем висят. Спирит Брекер берет разгон. Вряд ли ему смогут помочь. Как-то в итоге Леон просто погибает. И нужно призадуматься Луне, как отсюда уже сваливать подальше. Карл там пошел. Вперед. Есть у него, кстати, хоста в бутылке. ПТ-шка тем временем появляется у Фантом Ассасин. И дальше выход в Баттл Фьюри. Я так понимаю, сборочка как раз, чтобы Грейтер Баш усиливать, да, за счет двух нуликов, судя по всему. Так, ну что. Луна сверху. Драгон Лэнс уже имеется. Заняли позицию во вражеском лесе Ти-1. Вообще, это неприятная история для Луны, в первую очередь. Потому что лес занят, фармить негде. Единственное место, где можно более-менее пофармить, это линия пока что. Ну, с другой стороны, вроде как Рейвена все плюс-минус устраивает. У нас сейчас, видимо, размен будет вышками. Потому что наверх перетягиваются аж четыре героя от команды Ти-1. Ну, собственно, то же самое происходит и снизу. Но снизу 23 Севаж бегает, фармит. Ему бы тоже уже призадуматься, как бы уйти, наверное, куда-то. Потому что они видят Луну сейчас и понимают, что Луна сюда пришла неспроста. Вместе с Клинув Пэнт тем более. Ну, вышка упала очень быстро, да. Я говорил уже о том, что пуш-потенциал просто невероятный у команды Фнатик с их драфтом. Ну, и вот та тысяча голды, которая до этого была за командой Ти-1, практически испарилась. И у нас нулевое преимущество. Так, разгон. Разгон Леона. Леон понимает, что пора валить. Успевает закинуть Хекс под коп. Получает кортик. И, скорее всего, сейчас еще и Незерстрайк залетит. Его заберут. Рор! Какой неплохой Рор залетает. Перехватили Вивера. Пошел Дримкоил. Дримкоил только по одному герою, по луне. Лун его разрывает. Пак в итоге уходит из рифта. Ну, саппортов разменяли с обеих сторон. Ничего страшного, в принципе. Не произошло. Сверху есть чарж на Queen of Pain. Сюда, кстати, также перетягивается и Карл. Карл, правда, потратил Дримкоил на Незерстрайк тоже. А, нет, есть Незерстрайк? Да, точно же. Spirit Breaker не вкастовал его в драке снизу. Это чистый фраг в итоге на Queen of Pain. Причем Дабл Тип залетает. Queen of Pain не прочитала этот момент. Увы. К сожалению для нее. Спасибо большое чатику, кто подсказали мне, что это новая мета на Spirit Breaker. Я, в принципе, догадался, что это уже усиление Грейтер Баш и так далее. Я так понимаю, коллапс, законодатель данной меты. Ну что ж, приятно, приятно видеть, что смотрит на наших игроков и учится, как говорится, улучшит. Так, ну что у нас, тем временем, смок-атака с обеих сторон. Причем, что фнатики идут, что и Тиван не прочь подраться снизу, например. Здесь у нас пока что Бисмастер линию толкает. Ему в спину выходят два героя сейчас. Но тут, опа, неожиданность. Еще два героя приходят сейчас со стороны команды Фнатик. Бисмастеру бы немножко пожить. Но Бисмастер... Ой-ой-ой-ой. Пака, Пака забирает. Пака Бисмастера размена очень хорошая. Spirit Breaker, правда, здесь бегает. И надо бы как-то от него валить. Вивер до конца за Рубикам. Queen of Pain блинкуется. Поймали. White Moon. А White Moon! Как же ты хорош, White Moon. Но, правда, все равно погибнешь. Но мув очень красивый был. Spirit Breaker расталкивает всех. Фантомка критует. Monkey King. Бадный страх заюзывает. И это еще два фрага в копилку команды Тиван. Queen of Pain решила из драки просто уйти. Потому что полномочия ее здесь закончились. Красиво сыграл Вивер. Просто заевейдил Соник Вейв. Но по итогу мы видим, что 3-2 драка. Ну, да, чуть побольше заработали Тиван. Там и XP, и денег. Ну, глобально это ни на что не влияет. Самое важное это то, что там у Кэри происходит. А у Кэри все замечательно. С одной стороны, Фантомка там разогналась за счет фрагов на линии. Мы видим 2-0 у нее. 4 стата плюс ассисты. И плюс уже БФ практически готов. И она начнет еще раз гоняться сильнее. Луна там вообще в драках особо не участвовала. Она тоже продолжает фармить леса. У нее БФ, как говорится, свой. Имеется встроенный. И по Нетворсу тоже все замечательно. Рейвен, причем, собирается собирать... Планирует собирать себе быстрое БКБ. А это значит, что у нас будут драки. Довольно ранние. Вот команды ФНАТИ. Они не собираются затягивать эту игру. Я полностью с ними согласен. Потому что Фантомка в лейте это, конечно, сумасшедший герой. И лучше Фантомку задавить. До появления артефактов. А сделать это ФНАТИки вполне могут. Как по мне. Так, ну что ж. Подуспокоилась немножко игра. По-прежнему у нас очень равная. Так, так сказать, первая карта. Первая и единственная. Опять же напоминаю, что мы наблюдаем за переигровками. Так, ну, Рейвен. Мы уже смотрели на него. Что вообще сделать полезного можно прямо сейчас? Ну, вообще, не знаю. Дофармить какие-то артефакты? Вот, правда, кому? Фантомку вообще не хочет, наверное, особо драться. До появления Блокинг Бара. А в идеале еще и Дезолятора. Поэтому 23 Сэвэдж будет просто фармить на своей половине. Если только вдруг там ФНАТИК сами не зайдут на половину команды Диван. Тогда, наверное, 23 Сэвэдж там подерется. А так, ну, смысла нет. В принципе, такой драфт у команды Тиван, что они могут играть спокойно 4 плюс 1. Там бегает Спирит Брэйкер по карте, подсвечивает всех. Прыгает Манки Кинг, помогает. Вивер набегает с жуками с этими пактами, с Дримкоилом. Так что опций очень много. Ну, в принципе, то же самое могут делать и ФНАТИК. Но ФНАТИК есть огромный плюс. Они еще помимо того, что скаутят, бегают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как было близко! Это очень близко сейчас было для Манки Кинга. И нужно валить. Нужно валить снизу, потому что сюда уже перетягиваются парни из команды Тивана. И, собственно, забирают Леона. Так вот, о чем я говорил. Помимо того, что подраться могут ФНАТИК, у них еще очень хороший пуш. Они могут за каждую драку просто жестко наказывать в виде того, что будут вышки забирать. Продолжаю давить у нас Тиван наверх. Отступили аж под вышку сейчас с матики. Снизу у нас видит Пака, но Квин оф Пейн не сможет, к сожалению, здесь соло забрать никак. Возможно, через урон без мастера. Ой-ой-ой-ой-ой, Пака подловили, но Манки Кинг не дремлет. Пак здесь. Рубик, ворованный Чарльз, залетает. Но тут оригинально уже идет. Он Манки Кинг арену раскастовал. Из нее нужно выбегать. Все благополучно убегают. И в итоге Пак только погибает в этой драке. Хорошая атака. Забрали мидера. Справили его в таверну отдохнуть. Но по-прежнему очень равны нетворсы в игре. А сверху планируют что-то хитрое сейчас. Ой-ой, 23 сэвэдж, остановись, остановись. Бим залетает, ультимейт, палец. Все раскастовали в фантомку. И это минус второй кор у команды Тиван. Прибегает сюда спиритбрекер. Возможно, даже удастся забрать Леона в ответ. Но Леон это... Это саппорт Леон. Его не так жалко. Простите за такие слова, но... То есть, то есть. Саппортов всегда отдают, как правило. Ну а Рейвен пошел дальше фармить. Фармить, кстати, Манта Стайл, который практически готов тут фармить. Особо нечего уже. Все-таки решил собрать сначала Манта Стайл. И только после будет Луна собирать Блокинг Бар. Видимо. Потому что изначально БКБ было в Квик Бая. Так, ну а тут уже практически второй Доминатор готов. А, вот он, собственно. Так, ну нужно Дракона Черного забирать. И идти пушить. Им замечательно. Так, ну и вот небольшой переворот уже произошел. Не сказать, что это уже полноценный камбэк, конечно. Тысяча голды это не бог и ведь что, но... Все же, врывается вперед по экономике у нас в Фнатике. Хоть и ненадолго. Так, ну, Фантомочка собирается себе Блокинг Бар, наверное, собрать в первую очередь. Потому что без БКБшки Фантомке здесь прям очень сложно. Будет передвигаться. МК поймали. МК бежит спиритбрекер. Подкоп! Хороший подвоим залетает. И Соник Вейв туда же от Квину в Пейн. Сдули просто Манки Кинга. И атака захлебнулась от команды Ти-Ван. Отлично здесь сыграли. Фнатики. За это нужно наказывать. Нужно наказывать. Ну, правда, что тут наказывать? Забрали Манки Кинга, который появится через 20 секунд. За это время вряд ли вы успеете забрать хотя бы вышку снизу. Там что-то такое. Поэтому... Ладно, я уже оверхайплю. Немножко рановато, рановато пока что. 12-9. Почти 19 минут первой карты у нас уже прошло. Продолжает Фантомка выходить в свое БКБ, как я и говорил. Но сейчас должно, по идее, БКБ появляться также и для Луны. После Манта Стайл тоже. Здесь все понятно. Что у нас у других героев? Квин оф Пейн. Собирается крайне метовый билд. Да, через Каю Сэнш. Блэкинг Бар. Все раскастеры через центральную линию, которая сейчас играет, собираются именно так. Так что здесь ничего такого сверхъестественного нет. Манки Кинга пока что оттос на подходе. Плюс дополнительный контроль будет на команду. Фак себе приобретает Блинк Даггер. И Спирид Брейкер Шаду Блейд готов. И уже, кстати, тоже выход имеется в Блэкинг Бар. Есть перетяжка вниз. Сейчас будет драка. Квин оф Пейн. Растолкали всех. Спирид Брейкер двоих визжает. Незерстрайк. Дримпойл. Арена. Могут быстро забрать здесь Луну. Луна погибает. Ошибка от команды Фнатик не заставила себя ждать. Луна подставляется. Манки Кинг сидит на елочке. Могут его, кстати, найти. Но он успевает отсюда выпрыгнуть. Квин оф Пейн. Погает вперед. Несмотря на то, что Кэрри забрали. Готовы пушить, продолжать. МК спрыгнул. Спирид Брейкер берет разгон. Но его останавливают здесь. Неплохо. МК. Ёлку срубили. МК очень больно. Манки Кинг. Манки Кинг горит. И Манки Кинг сгорает. Забирает его в итоге Бисмастер. За счет того, что лужу разлил своим драконом здесь. И это еще один минус. И еще один фраг в копилку команды Фнатик. Казалось бы. Потеряли Кэрри вроде бы как. Но внезапно Фнатик вырывается вперед. И уже 2 К ведут. По золоту. Но Фантомка все еще опасна. Фантомка в шаге. Буквально от покупки себе. Замечательного такого артефакта. Как Блэкинг Бар. И тогда Фантомка без проблем. Будет перемещаться в драке. Единственное, что ее сможет остановить. Это вот этот парень. И его способность под названием Праймал Рор. Остальной контроль вообще не проблема. Осталось только потом укрепиться по урону. Там дезолятор. Чтобы больше дэмэджа залетало. И все будет замечательно. У Фантома Ассасина. Снизу. Спирит Брейкер. Видит его. Прекрасно. Выбегает. Пачку крипов. Но к нему в спину уже бежит Луна. Успеет ли Барр здесь улететь? Да, наверное успеет. Так, ну что ж. Блокинг Бары ждем, видимо. БКБшку для Квин оф Пейн. БКБшку для Луны. БКБшку для Фантом Ассасин. Которая, кстати, уже готова. Его должен сейчас по логике быть Смог. И мы идем драться. Так и происходит. Классно. А значит сейчас будет экшен какой-то по карте. Ну вот пока Блокинг Баров нет. Конечно Фнатик бы лучше драки избегать. Что в принципе они вроде как и планируют делать. Но им на перехват уже, на треугольник перетягивается Тиван. О, тут Леон, видимо, распрощается. Ультимейт какой-то непонятный совершенно от Луны залетел. Ну да ладно. Луна в итоге просто обкекалась немножко. Бывает. Нужно улетать. Просто улетаем, отдаем треугольник. Ничего страшного. Я думаю, что возможно там как-то на Луну потенциально могло быть нападение от того же Вивера. И Луна просто нажала Эклипс и Вивер там ушел как-то на таймлэпсе. Ну да ладно. Вроде как ничего такого не произошло. Ну странный, странный был ультимейт. Так, вот он Атосик. Для Манки Кинга. И БКБ появляется, точнее два Блокинг Бара появляется у команды Фнатик. Замечательно. Ну теперь и Фнатик спокойно могут драться. Не переживая тоже за какой-то контроль, за Спирит Брейкера, который будет врываться в тебя, за Пака с его Дрим Койлом, пока еще за Вивера там. Ну то есть много приятных бонусов дает этот артефакт. По-хорошему, наверное, смог надо бы тоже разбить какой-то. Или просто пойти попушить, вышку забрать. Хотя вышка и так такое ощущение, что упадет сейчас. Тут пока Вивер, правда, на дефе продолжает бегать. Есть просветка, не попадает, кстати. А тут ответный разгон от Спирит Брейкера. Хм, побежит ли до конца? Птичка пошла на разведку. Очень много виженно здесь дает. Поймали Вивера. Но под вышку нападать не хотят. Но они не отступают с другой стороны. Нажимается Смок. ДД еще снизу. Ой, опасный момент! Сейчас какое-то ДД для Луны. И выход хороший в Смоках. Это может быть приговор для команды Ти Ван. Или же приговор для Рошана, не знаю. Тут на самом деле Фнатик немножко в шоке. Такие Рошан тут гуляет. Что произошло? А это просто Спирит Брейкер не пробегал. Задел его. Так, ну что ж. Легчайший Рошан по итогу для команды Фнатик. Проморгали этот момент Ти Ван. Но вообще Фнатик молодцы. Грамотно воспользовались ситуацией. Спирит Брейкер там на кого? На Леона? Леон. Спирит Лихекс там что-то такое закинуть. Нет, не успевает. Тут Фантомка еще подключается. Урона очень много уже. У Фантом Ассасин. А это еще Блэкинг... Дезолятор не готов. А Дезолятор появится. Там возможно уже и ваншоты будут. Так, ну у Луны. У Луны пока что выход в Аскаде. Как будут распоряжаться своим Аегисом Фнатик? Вот в чем вопрос. Первый Аегис это не всегда хорошо. Как бы это странно не звучало. Но часто бывает, что он во вред идет команде. И многие команды с ним ошибаются. При позиционке. При принятии каких-то решений. По-хорошему наверное с Аегисом просто нужно идти пушить. Забирать вышки. Ну и все наверное. Это основное что можно сделать. Со вторым уже как правило проще. Со вторым уже можно даже на ХГ попробовать заходить. Тогда уже как правило и артефактов достаточно у героев. К тому моменту. Ну а тут видимо даже раньше потенциально может быть заход на ХГ. Хорошая сентри на ход. Чтобы вивера ловить. Ну и плюс спирит брекер опять же. Шаттлблейд там есть. Не забываем. Пошли иллюзии уже от Луны. Начинает падать Т3 вышечка. Луна неплохо настреливает здесь. Луна подставляется. Луна. Банды страйк. Все залетает. Луна возможно сейчас Аегис отдаст на развороте. Вивера сбривают. Неплохо. Фантомка пытается там забрать крепочка. Крепочка забирают. Отхил пошел. Рейвен в итоге Аегис не отдал. И просто отступают. У нас здесь Фнатик. В принципе грамотное решение. Немножко вышку побили. Фраг сделали. Торопиться некуда. Вообще по-хорошему сейчас лучшее время чтобы контратаку организовать Иван как-то. Пока рассосались по карте нас. На текке. ну что или в миде подраться прямо сейчас есть бандлый страйк неплохой пака побавили пак не успел ничего нажать и забирая здесь у нас и манки кинга выбили аегис из луны забрали попутно лиона бкбшку прожал 23 сэвэш но бкбшка то скоро закончится бкбшечка то заканчивается а бкбшечки у команды фнатик есть наличие успевает фантомку прыгать бкб прожимает queen of pain не угадывается управление квапа но в это время спирит брейкеры всей толпой сбивают нэзер страйк ворованный сбивая телепорт и погибает сожалению бара это минус 3 взамен на выбитые аегисы плюс лиона и командов на тик ломает уже т2 т2 падает и можно забрать т3 пока очень долго не будет еще 30 секунд глиф есть правду у тивана не могут потянуть время но не уверен что его хватит вышка успеет забрать урона очень много тут еще плюс гранитный голем который бафать всех вокруг да и сложно ворваться на самом деле мк здесь как-то потому что контролирует его хорошо без мастера за счет своих птичек за счет того что деревья вырубает да это в итоге минус центральная линия должна быть пак пошел на перехват просто все герои появились нужно бежать отдайте рубика там я не знаю на конец или на развороте бим залетает queen of pain плохо ворвалась или нет или нормально ворвалась queen of pain очень хорошо ворвалась queen of pain рор залетает фантомка фантомка тоже погибает это минус 2 от команды фнатик очередные рубик там пока что танкует от двоих на себя но и на них найдется право спирит брейкер берет очередной разгон понимает что пора отсюда бежать прожимает блогин бар но в это время хек залетает monkey king к сожалению у него блогин бара нет и вот так просто отсюда видимо не спастись это еще один минус и огромнейшее преимущество которое наиграли себе уже фнатик 13000 золотых на практически 30 минуте неплохо неплохо скади готова дальше сразу же переключается на сатаник луна понимая что рэйван нужно выживать потому что дёрст урона все-таки хватает и если пойдет какой-то фокус неплохо было бы иметь опцию отхилиться да и плюс ты сам становишься плотнее со плотнее твоей иллюзии что тоже приятно катывается спирит брейкер просто пытается мешать но это к сожалению не поможет вышке уже тем более против луны тем более против луны под бисмастером под его крипами под аурами и мы видим насколько легко и насколько быстро падают стороны сейчас у иван 15к 15000 за команды фнатик так ну что ж осталось спокойно отступить на свою половину дофармить там какие-то артефакты не знаю что там нужно и но в пэй например себе хочет собрать шиву я так понимаю да против фантомки тоже отличный выбор у рубика тут пока и он диск возможно будет плане да или что это у него ну наверное он диск должен быть да потому что против берст урона хорошо спасает кстати вот он собственно появляется и у лиончика уже есть bring dagger в принципе ли он особо тоже нужно чего тоже он диск наверно не помешал но денег у лиона не так много у рубика поэтому ему остается рассчитывать только на себя неожиданный смог какой-то вот команды тиван внезапно перестал быть неожиданным потому что грамотно фнатики нажимают скан и на этом собственно интрига вся здесь заканчивается для команды фнатик потому что они понимают что за ними вроде как уже выехали поэтому мы драться пока не будет их можно понять вышку отдают в миде один ничего страшного фнатики сами идут кушать последнюю сторону видимо забираетесь также т1 сверху можно на самом деле т2 сломать занять вражеский треугольник завардить подготовить вообще по максимуму почву для того чтобы пойти и забрать второго рошана ну и по-хорошему если только жестко сейчас как-то не ошибутся фнатики но я слабо представляю что их смогут уже просто пробить иван здесь драки 5 на 5 а фнатики уже кстати готовы ломать т3 это последняя сторона напоминаю так спиритбрейкер заезжает стройку но нет не тут то было мезер страйк вы таки выталкивают без мастера но он не пожалел на самом деле рор и спиритбрейкера забрали байбека нет арена от мк мк забирает прямо в арене врывается 23 сэвэш дерется один на один но тут конечно пока что посильнее 23 сэвэш но ненадолго ненадолго потому что он тоже погибает пошли байбеки байбеки дремкой латпака неплохо вивера забирают но тут уже просто математически не вывозить его видно что намного больнее намного больнее их пробивают ну и на этом наверное карта закончится нет все таки дерутся до конца 23 сэвэш погибает рэйван делает уже ультра килл и только сейчас иван сдаются и пишут и в итоге фнатик побеждают в этой переигровке и вот теперь вопрос который меня мучил еще до начала этой переигровки если фнатики выигрывают две карты они же точно укрепляются в позиции второго места правильно насколько я понимаю и отсюда вытекает следующий вполне логичный вопрос а имеет смысл здесь переигровка за третье место я не уверен что она будет но все может быть кто его знает поэтому я не буду вас томить отправлю вас на небольшую рекламную музыкальную паузу может быть большую если появится какая-то информация я вам ее обязательно скажу ну и либо же мы ворвемся на следующую переигровку которая должна быть между командами т1 и smg по расписанию вот так что пока немножко музыки никуда не переключайтесь вернусь к вам совсем скоро pronto тут было с с